привет привет с вами алена и сегодня у нас будет достаточно длинное видео начнем с того что я привезла всякие обновочки которые хочу попробовать я ездила в москву привезла такие верхние формы и кусачки новые от не помни перс тоже сегодня все это с вами испробуем ну а цель видео повторить маникюр из instagram большое спасибо что вы мне присылали варианты и из них я выбрала самый на взгляд интересный и яркий это наши ноготочки да у нас там остатки под ногтями старых маникюров и девочка у меня кальянщица поэтому не пугайтесь а это маникюр который сегодня мы будем стараться повторить но вы оцените и напишите мне в комментариях понравилось вам или нет конечно не забывайте подписываться ну а мы начинаем и первонаперво естественно мы будем снимать старое покрытие у нас здесь прям настоящий слоеный пирожок тут остатки старых дизайнов старых коррекций натуральные ногти где-то выпилены изнутри и даже что-то зелененькое это я помню даже делала давно одна рука была зеленая амбре а другая розовая и сверху молочным гельм это все перекрывали кому интересно переходите ко мне в инстаграм подписывайтесь там тоже очень много классных видео можно все смотреть в IGTV просто листать ленту вообще наверное суток не хватит чтобы все это отсмотреть но тем временем мы сняли все покрытие убрали полностью длину кусачками для ногтей и сейчас пилочкой 180 грит подготавливаем поверхность натурального ногтя наша задача убрать глянец отросшие части убрать старый материал и придать форму свободному краю округлую чтобы никаких уголочков нам не мешалось наращивать мы будем на верхней формы то есть ничего подставлять под ног не будем просто отодвигаем апельсиновой палочкой моя любимая присыпка те кто не знают объясню присыпкой пользуют для того чтобы убрать лишнюю влагу лишний жир чтобы фреза не забивалась знаете как бывает иногда клиент такая говорит что вот я сегодня руки кремом намазала и маслом вообще все такая молодец и пришла на маникюр а ты сидишь пилишь и думаешь да спасибо тебе дорогая но не сегодня вот ну вот чтобы не было таких ситуаций чтобы фреза не забивалась чтобы потом не сидите ее судорожно в бафик не втыкать знаете да лайфхак когда фреза забилась типа нужно бафик посверлить да действительно рабочая тема но мне намного больше нравится с присыпкой работать в общем прошлись фрезой и пришло время среза и вот они мои красавчики я сейчас буду держать их в руках впервые будем пробовать сразу говорю будет осечка я в одном месте не подрассчитаю и я это не вырезала я это хочу показать я считаю что не надо скрывать своих косяков посмотрите как бывает чтобы с вами такое не случалось но либо чтобы вы просто знали как себя вести в подобной ситуации вообще не считаю прям таким каким-то супер криминальным преступлением небольшой сейчас закидает тапками порез но на самом деле сейчас будет не порез сейчас будет вот этот вот кусь когда ты хочешь сделать еще чище но срезаешь под камерой и тебе не особо удобно да и кусачки новые короче все они с руки и вроде это даже не порез но такая крохотная дырочка и вот видите у нас пошла кровь но не падаем в омрак ничего страшного берем перекись берем салфеточку промываем прочищаем кровь после этого не останавливается к сожалению поэтому мы берем супер средство которое называется эндожи номер четыре вот так оно выглядит это специальная жидкость которую стоматологи используют для остановки кровотечения капиллярного при прочистке каналов вот так вот наносится на салфеточку не капается на саму рану а именно наносится на салфетку и вытирается и тогда следы вашего преступления будут скрыты но а дабы отмыть моем надеюсь честное имя я покажу вам средств всех остальных ногтей пальцев как правильно сказать короче остальных остатков человечны вот этих вот в общем-то получилось очень даже неплохо но опять-таки если если бы не один нюанс все-таки резать под камерой когда на тебя светится фит то еще удовольствие но реально моментами просто слепит и ты понимаешь что ты и руку не можешь повернуть ну в общем как смогла но кроме того мне не было цели сделать прям идеально ровный срез одного раза я не работаю в такой технике я делаю условно ровный срез потому что я знаю что потом я буду проходиться еще дополнительно фрезой либо с красной либо желтой насечкой и дошлифовывать кутикулу поэтому за ровность среза я не переживаю но тем не менее я очень люблю хорошо заточный инструмент а вот эти кусачки я не точила после покупки то есть сразу ими можно работать мне очень понравилась заточка у ребят я ссылку внизу оставлю чтобы вы сто пятьсот миллионов раз не спрашивали где эти кусачки можно купить я провезла их из москвы но естественно их можно заказать и я думаю что в вашем городе наверняка есть представители ну а мы тем временем дорезаем все что там у нас осталось и дальше нас ждет шлифовка также пока я делаю срез хочу сказать всем большое спасибо всем кто присылал мне возможные варианты маникюров в инстаграм в директ вы мне скидывали также хочу сказать что продолжайте скидывать потому что после этого маникюра я снова буду выбирать еще один какой-нибудь дизайн я думаю уже можно какие-нибудь может быть новогодние начинать скидывать ну в общем все что все что вам придет голову я буду рада посмотреть мне очень приятно от вас обратная связь в виде лайков комментариев и честно вот после этого хочется работать это меня очень вдохновляет ну было бы странно да если вы человек что-то делал выкладывала ему в ответ ничего поэтому я вам контент вы мне пожалуйста обратную связь так что мы сегодня будем делать мы сегодня нарастим на верхней формы они у меня от наяда я привезла их от марии кедяевой я думаю что все ее знают она специализируется именно на наращивание верхними формами я взяла сегодня в обзор необычные верхней формы они сразу идут форме стилета то есть мы сделаем сразу же готовую форму там практически никакого опил не будет но тем не менее есть нюансы и был один даже неприятный момент в плане того что размер форм как выяснилось в процессе нам не хватило этого размера на все пальцы то есть вот на большие например просто не было нужной ширины они на какие-то узенькие ноготочки таких на миниатюрных девочек но мы выкрутили ситуации большие пальцы мы просто нарастили на шаблон на нижнюю форму здесь мы уже заканчиваем закончили точнее маникюр прошлись антисептиком это чудо-жидкость который я наношу в конце это антисептик либо спирт я это делаю только для того чтобы убрать лишнюю пыль и смочь оценить качество маникюра потому что если смотреть на чистоту маникюра пока он не обезжирен то все время будет казаться что это не идеально теперь по поводу того что у моей модели на среднем безымянном пальце это последствия удаления бородавка вот ну а теперь мы возвращаемся к нашим формам вот так они выглядят такие вот странные формы и ничего умнее как сработать именно жидким гелем и не нашла потому что полигель как-то мне туда не укладывался поэтому выкладываем на свободный край то есть на удлинение гель стягиваем его на нет к ногтевому ложу просушиваем в лампе на просушенную часть геля добавляем гель туда где у нас будет ложе то есть вот эта вот часть до который с мяском будет соприкасаться и дальше установим его на пальчик такая вот странная схема честно скажу сделала по наитию я на это не обучалась при понятиями к работе с этими формами но придумалось мне как-то вот так вот чуть не доводя до кутикулы просушили зажали сняли верхнюю форму и у нас получился готовый ноготочек останется немножко подобрать пилка и чуть-чуть возле кутикулы пройтись вот такие сосульки вышли но для меня показалось но сначала было странновато а потом я поняла что именно для того чтобы нарастить прозрачные ногти это отличный вариант честно я терпеть не могу работать прозрачным гелем без камуфляж то есть одно дело прозрачка на подложку сверху камуфляж и другое дело там еще прозрачка выравнить короче не мое любимое занятие ну а мы пилочкой подобрали параллельки все прочистили и дальше берем твердосплавную фрезу какую-нибудь остренькую вот можно такую же как у меня или ту который вам удобнее проходимся в зоне кутикулы бафим ноготь и в этот момент я понимаю что ногти очень длинные и очень-очень тонкие что-то я побоялась что она их может не доносить все-таки еще раз говорю она у меня кальянщица она работает не знаю как это правильно называется но в общем тот человек который приносит кальяны и забивает в них табак вот этими самыми ногтями кстати говоря поэтому под ними вечно вечно какой-то странный цвет но это вот не грязь а вот этот вот сиропчик от кальяна ну ладно после того как я опилила все-все-все ногти я решила добавить еще один выравнивающий слой так скажем для прочности тем же самым гелем которым наращивала я выкладываю выравнивание но если так можно просто хотя он у меня не очень хорошо получился я решила немножечко допилить пилкой и бафом некоторые ногти пришлось доработать но тем не менее я считаю что результат отличный мы уже пристрелялись примерились они офигеть какие длинные я честно говоря давно такие длинные ногти не делал не скажу что никогда но давно ну а теперь возвращаемся к нашему дизайну который кстати говоря там на исходнике выполнен на типсах и потом типсы эти приклеены на ногти у нас более сложная версия мы начинаем с мизинца и нам нужно сделать вот такую вот золотую веточку на золотом фоне сначала я покрываю мизинчик топом без липкого слоя и просушиваю его в лампе но где-то секунд 15 наверное его закрепила дальше беру черную гелевую краску без липкого слоя и начинаю рисовать веточки по такой же технике можно нарисовать в принципе все что угодно хотите зебру леопарда розочки точечки любые короче текстуры неважно дело в том что после того как мы просушим эту краску главное чтобы она была без липкого слоя и ватрем сверху втирку получится вот именно та текстура которая нам нужна вот наша золотая втирка можно взять серебряную розу золото да все что угодно и начинаем самое классное волшебный момент мы трем и посмотрите какая круто тени у нас выходит ноготь просто золотющий вообще как не знаю что смотрите как здорово я обожаю втирки мне очень нравится втирать и я вообще постараюсь вам больше вариантов показать втирками можно делать и амбре и что только ими вообще нельзя делать ну в общем стряхиваем всю лишнюю пыль и перекрываем топом без липкого слоя у меня люксио шайн он это самый на мой взгляд подходящий топ для втирки если вы не уверены в своих силах можете еще по торцу пройтись праймером отправляем сушим следующий палец у нас безымянный нам необходимо нанести вот такой бежевый оттенок гель-лака в идеале конечно было бы его нанести в одни слой но что-то у меня не задалось поэтому я сделала два не знаю может быть угол был не тот а может цвет неудачный но два слоя тоже очень даже неплохо получилось соответственно точнее естественно мы каждый слой просушиваем после этого снимаем липкий слой потому что будем клеить наклейку мы наклеим золотую полосочку мне не оказалось однотонной золотой есть такая немножко голографическая но учитывая что все это дело будет под матовым топом в принципе голография виднется не будет наклейки всегда клею с помощью вот такого пинцета по моему для наращивания ресницы если ничего не путаю и дальше отрезаю кстати говоря всегда режу кусачками хотя знаю что нельзя ведь кусачки предназначены только для кожи ими обычно ничего не режет но вот у меня так получилось дальше устанавливаем металлический декор это какое-то маленькое перышко хотя в исходнике был листик а еще у нас бонусный дизайн с той стороны краска просвечивает смотрите как здорово в самом конце видео я покажу клей на который нужно клеить стразы также покажу свой маникюр которому уже недели две с половиной наверное все стразы на месте но сейчас не об этом короче самое главное смотрите видео до конца потому что покажу прям тюбик с клеем он называется космофен и для точности вам небольшое видео по этому клею тем временем мы переходим к указательному пальцу прокрашиваем его коричневым цветом помогаю себе тонкой кисточкой также обезжирила видите да гляньте там пропал я обезжирил часть ногтя приклеила полосочку и клеем металлический декор в исходнике он был на самом-самом кончике но мы решили поднять его выше по причине того что в планах было убрать длину после того как сделаем фотографию но забегая вперед скажу что никакую длину мы не убрали мы просидели 8 часов с этим маникюром потому что это был страшный день меня постоянно отвлекали его делал очень долго и просто сил уже на убирание длины не осталось и вот прошло уже дня три или четыре по моему с момента съемок и я все еще не дождалась ее на убирание длины а уберем мы кстати говоря до формы балерина то есть просто спилим ровненько кончика будет у нас балеринки все это я перекрыла матовым топом кроме самого листика потому что листик я планирую естественно перекрыть глянцем и ту же самую манипуляцию я повторю на указательный пальчик потому что потому что так положено что я несу вы знаете вообще-то говорить столько времени подряд одним дублем достаточно сложно поддержите меня лайком мне это очень нужно если вы дослушали до 14 минуты я хочу какой-нибудь комментарий за это я считаю что я его заслужила ладно продолжаем возвращаемся к нашим баранам выполняем этот неимоверно странный на самом деле маникюр честно я когда я его увидела на фотке я подумал что ой да я сделаю его легко а тут ведь вот это вот это вот это то есть я сразу разложила это на этапы на технике подумала да фигня в итоге получилось что на самом деле дизайн на каждом пальце не так-то это все просто пришлось достать сто пятьсот миллионов всяких баночек скляночек всего по выбирать ну короче было накладненько тем временем я рисую розочку это называется трафаретные розы это способ дизайна эта техника которая вообще миллион лет то есть это один из самых первых дизайнов которые я освоила смысл которого заключается в том что ты рисуешь вот такую розочку обволакивая лепесточек за лепесточком кусочек за кусочком и самое главное чтобы между этими листиками лепестками у тебя было одинаковое расстояние рисуем мы ее тем же самым гириллаком которым красили рисуем по просушенному топу поматовому и теперь самое главное нужно взять прозрачный акрил и лопаточкой или пилочкой или пушером вот мы так посыпаем сыпем очень много раз потому что наша задача именно напитать эту розочку чтобы акрил впитался в гириллак и появился необходимый нам объем посыпаем до тех пор пока результат не будем довольны как следует просушиваем стряхиваем получаем вот такой шикарный вид дизайна это немного шершавое выпуклое покрытие сразу говорю нравится и подходит не всем клиентам особенно те которые любят тоненькие коготочки в 20 д ну вот прям не советую оно конечно оботрется через пару дней но бывает такое что жалуются что вот у меня зацепляется мне неудобно поэтому будьте внимательны когда клиентам предлагаете нужно учитывать какой конкретно перед вами человек это вообще касается всех видов именно объемных дизайнов но я думаю что как сказать на вкус и цвет товарища нет да все это дело у нас на любителя со второй розочкой поступаю точно также получаем точно такой же крутой вариант дальше у нас идет большой палец там у нас стояла задача установить металлические шипики которых мне не указ не оказалось поэтому я отобрала маленький клепочки который решила поставить и тут тоже у меня была проблема не меня постоянно выскальзывали из пинцета сразу скажу устанавливать эти клепки с помощью специального воскового карандаша мне не было возможности по причине того что этот клей на него невозможно установить карандашом карандаш он липкий когда мы ставим в базу от карандаша страза отлипает но когда мы ставим на жидкий клей который как вода нам нужно с небольшой высоты в один миллиметр там в два может быть ронять стразинку или бусинку ну короче техника сложноватый но она того стоит потому что это точно будет держаться и я вообще смотрю на свои ногти думаю мне пора делать коррекцию я ума не приложу как я буду эти стразы отрывать наверное вместе вместе с базой я их и отковыряю потому что даже кусачками когда начинаешь их снимать там база прямо от ногтя отходит но зато держаться будет сто процентов особенно что касается одиночного декора такого как сейчас у нас на видео если вы это все просто поставите на базу это нужно будет потом вокруг залить и короче это будет не очень красиво мы же сейчас доставляем наши вот эти металлические пипочки шарики это не бульонки это именно у них такое плоское дно дожидаемся полного сыхания клей сохнет достаточно быстро как видно на видео вокруг появляется такой белесый налет ой кстати говоря вторая рука я совсем забыла про нее я немножко здесь перепутала сейчас я я к ней обязательно потом вернусь пока у меня сохнут пипочки я возвращаюсь к самому сложному на мой взгляд пальчику это тот пальцем на котором должен быть гигантский страз я нашла такую стразину немного другой формы но по цвету все подходит цвет шампань я специально под ее плоское дно немножко спилила гель наложила наложила капнула туда клей нанесла его апельсиновой палочкой и установила сразу немного ее прижал и теперь той же самой апельсиновой палочкой я начинаю промазывать клеем вокруг моя задача залить клей под стразину и при всем при этом не попасть клеем на сам страз чтобы грани наши естественно не были залиты ну и дальше стандартно ставим капельку клея и аккуратно пинцетиком устанавливаем стразики у меня были классные золотые от сваровски а кстати вы знали что на стразах сваровски вот на этих на золотых есть реально очень очень тончайшее золотое напыление на золотых на серебряных на серебряных серебро а на золотых золото 24 карата вот так вот я прочитала это на сайте у сваровски я сама обалдела но это очень приятно кстати осознавать что тебе ставят стразики а на них там прямо аж настоящее золотишко не спешите скупать эти стразы его там естественно супер тончайший слой там какая-то дофига умная технология по которой они каким-то образом это напыляют но к сожалению было замечено за этими стразами что от прям очень сильной эксплуатации все-таки напыление на гранях может немного подстереться но это только на золотых на серебряных и на бронзовых все остальные стразы всегда бывают как новые и блестят до победного на то они и сваровски ну а тем временем я установила уже бульон очки весь декор раскидала перекрыла матовым топом сняла липкий слой и теперь дорабатываю последний элемент дизайна который у нас был на исходнике это какие-то невнятные не знаю полосочки лепесточки делаю их прозрачным густым топом и точно также посыпаю акрилом и просушиваю тем самым мы получим текстуру некую объемную текстуру но хотя по мне это было лишнее но чтобы все было честно и я правильно повторил дизайн инстаграм вот как то так это все и выглядело не забываем что когда сыпем акрилом надо просушивать подольше где-то одну минутку стряхиваем излишки и любуемся нашим результатом до достряхиваем весь акрил до конца наш указатель ой наш указатель на большой пальчик тоже перекрыт матовым топом бонусный дизайн внутри на мизинчике он нас прям очень очень сильно порадовал ну я считаю что миссия выполнена а теперь возвращаемся ко второй руке на который на который у нас банально не хватило сил и мы решили сделать очень ленивый но очень красивый дизайн так как у нас все абсолютно прозрачное мы понимали что необходимо задекорировать именно ту часть где будет отрастать натуральный ноготь поэтому мы взяли вот такие вот черные хлопушки от люксио это такие драненькие кусочки просушили их и с обратной стороны нанесли гель-лак опал это такие блестки на прозрачной основе сейчас вы скажете что под ногтями грязь это не грязь это остатки кальяна короче блестки на прозрачной основе именно с той стороны просушили и покрываем топом тоже с обеих сторон и эффект получается вообще по моему потрясный в живую выглядит очень очень здорово все это дело закрываем топом без гибкого слоя дизайн который требует просто ну реально двух минут тут вообще делать нечего исправится даже ребенок чем кривее здесь блестки нанесены тем лучше точнее не блестки хлопушки проверяем короче вот он наш исходник и сейчас будем сравнивать с тем что у нас получилось ждем 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 что-то я затянула здесь замедлил слишком видео ну вот наш вариант я решила снять его фонариках мне понравилось это был очень интересный опыт не знаю конечно как жить с такими ногтями ну а вот и фотографии кстати говоря ну что оцениваем ставим лайки пишем комментарии что думаете о моем маникюре и также не забываем полюбоваться на вторую ручку вот так она выглядит живую мне кажется классно что-то в этом есть такое магическое короче одна рука у нас получилось супер навороченным дизайном а другая простая но не менее красивая и обещанный бонус я обещала показать этот клей вот так он выглядит космо пен у него есть такой носик работать с ним аккуратно к нему прилипает все а вот и мои стразы которые я специально для вас ковыряю с ними не происходит ничего клей не забываем заскринить а с вами была алена пока пока до новых встреч субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...